У вас добрый вечер. Мы остановились на последней, пятой главе «Цифера Кузари», и мне кажется, что сегодня мы вполне можем закончить. Естественно, не будем читать, наверное, всю пятую главу. Но пятая глава в очередной раз возвращает нас к спору Равина с философом. То есть мы видим, что вот этот спор, где оппонентом Равина, по сути дела, почти все время является философ Аристотелик, проходит красной нитью через всю книгу. Начинается с этого подробное изложение философской позиции и спор с этой позицией, который периодически возникает. И вот пятая глава, где снова возникает этот спор, хотя начинается вроде бы на нас вопрос о Каламе. Сказал хазарский царь, я не могу удержаться, чтобы не обременить тебя еще одной просьбой. Поведай мне легкие для понимания, но выражающие суть, основы, положения и мнения диалектиков Мутакалимов. Почему он называет их диалектиками? Потому что с точки зрения арганона Аристотеля у нас есть разные типы высказываний. Есть высказывания софистические, которые как бы не имеют никакого отношения к истине. Есть высказывания риторические, которые имеют целью убеждения собеседника, и там некий элемент истинности оказывается важным. Есть высказывания диалектические. Эти диалектические высказывания в этом арганоне – это высказывания, истинность которых вероятна. И вот такими высказываниями как раз пользуются и риторы, и теологи, и политики, и так далее. То есть они пользуются высказываниями или силогизмами, которые основаны на посылках, истинность которых вероятна, и соответствующими правилами выводов. То есть вот это деление, оно есть еще, может, позднее будем говорить об этом, есть и поэтические высказывания, которые имеют определенное место с точки зрения средневековых философов-аристотеликов, и в этом самом арганоне Аристотеля, который посвящен, собственно говоря, построению речи, можно сказать, да, то есть разных способов речения, которые необходимы для самых разных ситуаций и так далее. А философы пользуются исключительно, ну, может быть, не исключительно, но в том, в той части, которая является философской, они пользуются так называемыми аподектическими высказываниями или аподектическими силогизмами, то есть высказываниями, истинность которых доказана, не является вероятностной, а является доказанной. Ну, а Калам с точки зрения хазарского царя или с точки зрения Иуды и Леви, да, пользуются диалектическими силогизмами. «Я вправе услышать их, ведь и ты узнал их. Это мне нужно для того, чтобы решить, что из них можно принять, а что следует оспорить. Ибо я уже потерял ту высокую ступень, когда мнение принимается без исследований». То есть хазарский царь признается, что он был наивным и мог принимать какие-то положения без исследований. Теперь, после разговора с Равином, что удивительно на самом деле, да, это после разговора с философом, он должен был бы приобщиться к доказательным высказываниям или к высказываниям, которые являются следствием исследования. Он говорит, что, в общем, вот в ходе нашего разговора потерял эту ступень наивности, когда мнение принимается без исследований. Здесь ироническая такая, да, вы сказали, потерял ту высокую ступень, когда мнение принимается без исследований. «И прежде были у меня сомнения и мысли, и беседы с философами, и представителями разных народов и религий. И это он возвращает нас к началу этой книги. И для меня важнее знание и исследование даже неверных мнений, чтобы уметь оспорить их, нежели невежество у этих вопросов. Традиция хороша только тогда, когда душа безмятежна. Но для тех, кто испытывает сомнения, предпочтительнее исследование, тем более, когда его результаты подтверждают традицию. В этом случае в человеке сочетаются два достоинства – и знания, и традиции. Вот этот пассаж последний, что традиция хороша тогда, когда душа безмятежна, и описание тех, кто испытывает сомнения, и необходимое исследование для них. Этот пассаж он нас прямиком отсылает к Сааде Гаону, да, его книге «Верование и мнение». И хотя здесь говорится о два достоинства – знания и традиции, на самом деле мы можем сказать, что это как раз и есть вот эти самые верования и мнения, о которых говорил Сааде, и который говорил о том, что вот эта самая безмятежность души или тишина души, если буквально, да, с арабского или с еврейского, достигается тогда, когда человек приходит к тому мнению, которое он получил, предположим, по традиции, он приходит к нему еще раз после тщательного исследования и так далее. Тогда он убеждается его как бы верование, не вера в христианском смысле, а именно верование, его оказывается, так сказать, обоснованным.